Народная славянская радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном славянском радио Напомню, что по одному из современных календарей 8 сентября 2016 года, четверг По одному из старинных, 29 день месяца завершения 7524 года, осмится Как возродить в женщине женственность Такова тема сегодняшнего нашего эфира И автор-сведущий Юрий Лодин-Святорус Отвечать сейчас будет на вопросы Которые поступали в чате Народного славянского радио Так что, вратарь готовься к бою Часовым-то поставлен уларот Вопрос в эфир от Владимира Измытища Юрий, как ты думаешь, женщины смогут самостоятельно решить свои проблемы Если мужики перестанут давать им советы Как решить женские проблемы Или это семейный вопрос, который требует Всеобъемлющего изучения Да и так, и так Главное, чтобы получалось То есть, если женщины могут самостоятельно решить Ну, пусть самостоятельно решают Ну, общество То есть, отвечаешь так Где-то по любви, а где-то и по печени, да? Ну, если Совсем уж грубо Ну, может быть, где-то и так Ну, я думаю, что все равно надо через какие-то мягкие Ну, конечно, есть куча мягких мест, через которые можно делать осадки Естественно Но я все-таки итог такой, что И так, и так Как получается, так и надо делать Что эффективнее будет Что быстрее приведет к результату Так и надо поступать Смотрите в глаза своего собеседника и понимаете А кто он, да? И в том случае, если понимаете, что нужна палка То берете в руки палку Если достаточно погладить и сказать Ты моя любимая Единственная То в этом случае так и говорите Виктор Восемьдесят А разве мат это плохо? Вот там про мат говорил ты Когда девочки, да? Когда мат это совсем ужасно Мать Тогда мать это совсем ужасно А про мате Матику я совсем молчу Там целых два мата Ну, если Не разбирать эти слова подробно, да? Ну, пусть такие слова имеют право на существование То есть, какие-то, может, определенные Смыслы несут И в определенное время Может быть, ими можно пользоваться, да? Но когда это употребляется в суе И с отрицательными мыслями формами То есть, это же там Идет, как говорится Если брать тот же самый мат, да? То есть, там же идет Не восхваление матери, да? А принижение То есть, оскорбление То в таком случае Конечно, это плохо То есть, по-моему, это очевидно Если эти другие случаи брать Там, ну Не темы сегодняшнего эфира Может быть, какие-то случаи могут быть Когда эти слова можно употреблять Но уж точно не Просто так на улице Непонятно с какого перепугу Да еще и женщина Я с тобой абсолютно согласен Каждое место Вернее, каждое слово русского языка Должно быть на своем месте Это примерно так Ведь давайте представим себе Любое слово Во-первых, это образность Вот представьте себе образ, да? Вы говорите какое-то матерное слово То есть, вы этот образ производите на свет Представьте себе Что таким же макаром Можно, например, снять штаны И этим образом ходить и размахивать Будет ли это к месту прилюдно делать? Кому-то нормально, прилюдно А кто-то скажет Ты что, сумасшедший, что ли? Ты что делаешь? Вот когда вы перед кем-то Произносите матерное слово Представляйте, что вы Образом этим Тычете ему в уши В лицо Куда угодно То есть, что вы делаете С этим человеком А тем более, когда вы это делаете Перед маленьким ребенком У нас как-то был разговор Один там все время Человек так выражался Говорит Что ты ругаешь? Говорит Я не ругаюсь Я просто так говорю Я говорю А ты понимаешь, что Ты образы просто производишь И дети тебя стоят слушают Ты просто своим причиндалом Им тычешь в лицо В уши Вот они же это все Воспринимают Как оно и есть И вот после этого Он перестал выражаться Во всяком случае При детях Так Еще дополнение Дальше Если мы говорим Про матерные слова Слово матери Как раз означает то Что они должны При материнских Каких-то Случаях Употребляться То есть это деторождение Это зачатие Это поддержка Если, к примеру Мужчина Отец Говорит своему Женатому сыну Иди в И туда посылает Да Это он ничего плохого Не делает Он посылает Своего ребенка Чтобы он занялся Своим мужским делом Со своей женой То есть Народил ему внуков Если мать посылает Свою дочку Замужнюю Иди на То она тоже Ничего плохого Не делает Потому что Она посылает Свою дочь Заняться тем Что она должна сделать То есть Родить ей внуков Но когда Мужчина Кого-то посылает На А женщина В Вот в этом случае Это уже оскорбление Потому что Тут уже Совершенно не к месту Это уже Воспользовались Не по назначению Да Именно Не по значению За это можно огрести Нормальный человек Когда его так посылают Он У него реакция А не дать ли тебе В репу Чтобы там что-то Двинулось На место Сдвинулось Или вытряхнулось То что Насыпал тебе туда Конь Проходя мимо Вот Поэтому надо понимать Что есть Матерные слова Которые необходимы В определенном месте В определенное время Для того Чтобы что-то произошло Ничего плохого В этих словах нет Если они На местах Если они Не на местах То в этом случае Вы занимаетесь Словооблудством А там дальше Есть некоторые слова Которые сейчас Тоже произносить Нехорошо считается Вот В общем Пустомеля Ахальник И так далее И другие слова Я не произношу Потому что они Нецензурные Вот Тоже есть Бранные слова Надо понимать Что бранное слово Оно Для брани Для битвы Для боя Это когда Пробуждаются Низменные энергии Земные энергии Для того Чтобы человек Набрался сил От матушки земли И победил врагов Был несокрушим Вот это Бранные слова Которые связаны С многими Другими Частями тела В том числе Кстати Иногда И с материнскими Поскольку Оттуда Вы пришли И этим Необходимо Тоже уметь Пользоваться Вот в одном Случа Это может быть Бранное В другом Это может быть Ругательным В третьем Может быть Слово Словоблудием А в четвертом Это матерное слово Побуждающее На какое-либо Действие Про продолжение Своего рода Итак Продолжаем дальше Анатолий Тихонов Где они Такие случаи Берут Как находят А вот как-то Сами находятся Я не знаю Может я такой Испорченный Вот мы когда Про девочек Говорили Что такие Они все Расфуфыренные Ты откуда Такие случаи Подобрался В какие Помойки Ты залезал Да это Не надо В помойки Залезать Это достаточно Пройтись Просто по улице Внимательно Посмотреть Глазами вокруг Да послушать О чем говорят А Говорят о том Что о чем В общем-то И по телевизору Во всех этих Фильмах И мультфильмах Мы тоже об этом говорили То есть все Что происходит Все что происходит На экране Это все Приводится в жизнь То есть механизм Идет от обратного Сегодняшний экран Он не отражает Реальность Он формирует реальность Он отражая реальность Формирует новую реальность На основе Ту реальности Которая есть Только усугубляя ее То есть Случай вокруг Я не знаю Вот Анатолий Тихонов Он очень внимательно Присмотрится вокруг Может быть он общается В каком-то Ограниченном круге Но тем не менее Это присутствует В нашей жизни Он общается С правильными людьми В правильном круге Я вообще Иногда завидую Нашим радиослушателям Ну и себе Как-то завидую Что с такими людьми Общаюсь Которые Вот не замечают Таких вот вещей Это уровень людей Очень высокий Я рад Что у нас такие Люди есть Так Январь Конечно Надо избегать Таких контактов Если есть возможность Избегать контактов С такими женщинами В данном случае Да Такими же Надо избегать Конечно Да Ну вот Так что Мне иногда Завидно становится И я Несовершенен Честно признаюсь Несовершен Во всем Инварь А что Я недавно ехал Ближе к ночи В метро Зашли в вагон Четыре девки Девки Зашли в вагон Это Инварь пишет Прыгали Крутились вокруг шестов Ну вот эти штуки Которые стоят Там в метро Да Вертикально Орали Матерились Быдло быдлом В конце концов Вот теперь держитесь Как говорится За стук Как говорит Задорнов Да Наберите дыхание Будьте готовы В конце Поставили точку тем Что одна Начала орать Что я замуж Выхожу Вот так вот Кому такое счастье Достанется Да Михаил Да Это всегда действует Если к месту Обсмеять И помочь человеку На себя посмотреть Со стороны Например Сейчас много Незадумывающихся девушек Носят джинсы Да еще Плюс и дырявые А когда им помогаешь Посмотреть со стороны На этот факт Другой проходящей девушки Они даже Высказывают мнение Не очень хорошее Вот А тут скорее реплика Ну да Я в общем согласен С тем что Действительно Смеяние Это какая-то Крайняя форма Воздействия Может существовать Хаврошечка пишет Родные мои Все что мы наблюдаем Есть комплексы От отсутствия любви В семье Особенно отцом От унижений В общественных Воспитательных Учреждениях Детский сад И школа Совместное обучение Мальчиков и девочек Добавление Модных журналов И передач Мультикультуризм И унисекс Комплексы Сплошь Хаврошечка написала Да вот хорошие Хаврошечки замечания Я вот Забыл тоже упомянуть Что раздельные школы То есть образование Должно быть раздельно Вот она вот Как раз в тему добавила Что это тоже очень важно Когда и мальчик И девочек Распитывают одинаково Это тоже очень плохо Девочек Становятся мужеподобными Мальчики Становятся женоподобными Ну и С своими Вытекающими Последствиями Поэтому Воспитательные Учреждения Должны быть раздельными Да вот Обратите внимание Что когда началась Сружиться семья Во-первых Войны Которые Вот две войны Очень серьезные С начала прошлого века И середины прошлого века Они когда проходили Выбивали в первую очередь Самых лучших Самых мужественных На это в принципе Современные войны Были направлены Им не нужен был По большому счету Территория Советского Союза Им нужны были ресурсы Ну зачем Держать территорию Огромную Если достаточно Обладать ресурсами Это сейчас там идет разговор Что уже загажено все И надо перебираться На неосвоенные территории Тогда такого Не было Позыва Поэтому нужно было Выбивать самых лучших Чтобы потом Разрушить На основе Самых худших Семью в устое Превратить Наше общество В дегенератов Общество недоумков И после этого Эти недоумки Могли бы Поставлять Все необходимое За границу Вот это у них удалось Что Давайте посмотрим Что произошло Значит Самых лучших выбили Ну так Так получилось Две войны Выбивали самых Мужественных Самых Таких Патриотов То что сейчас Называется Те которые За землю Голову были Готовы положить И так далее В первую очередь Выбивали их Я не хочу сказать Что всех выбили Нет Конечно не всех Но так получилось Что многие Положили голову И вечная им слава Вот А потом Что Значит Юнисекс Это совместное обучение Стало внедряться Алкоголизм Наркомания В различных проявлениях Табак усилился Употребление табака усилилось Потом дальше Надо было восстанавливать экономику Естественно Что женщины Впряглись по полной программе Поскольку их было Большинство после войны Ну вот это женское воспитание Но дало свое Свои результаты Когда мало мужчин Да Мужчин было Мало Стала появляться возможность Погулять направо-налево Неполноценные семьи Передавалось это дальше По наследию Когда папа гуляет То почему бы мне не погулять Да И в конечном итоге Вот мы и получили То что получили Вот не удивляйтесь Что такое сейчас есть Исправлять это все Предстоит нам И нашим детям Поэтому если хотите Чтобы наши дети Это все исправили Давайте делать так Чтобы отдавать Нашим детям Не свою дурь и глупость А отдавать разумность Но для начала Нужно воспитать себя Включить царя в голове Чтобы наконец-то Мы начали понимать Кто мы на этой земле Для чего мы на этой земле Только так мы сможем Что-то исправить Я правильно говорю Дядя Юра Да Да Совершенно согласен Более того Я хотел добавить Такой момент Что вот Плохую службу сыграло Если брать Вот эти вот Советские времена То что детей отдавали Сразу в ясли В два месяца В полтора В два месяца В ясли Ну маме же надо Было Фактически травмировано Это фактически Травмированное поколение Обширное получилось Тоже на это надо Обращать внимание То есть дети потерянные А когда детей оставляют Они У них такой комплекс Раздевается Что это Навсегда То есть Вот мама оставила Например ребенка В яслях А он не понимает Что это вечер наступит И это все закончится Он думает Что это навсегда Произошло Этот комплекс Он постоянно Подпитывается Подпитывается В итоге приходит К тому Что ребенок Совершенно подавлен Таким отношением То есть Нету семьи Такой интернат Особенно Когда были Вот эти вот Одно время В советское время Были Такие пятидневки То есть в понедельник Утром отдал В пятницу вечером забрал Да Пятидневки Даже семидневки Там можно было На неделю целиком Оставлять В случае чего Это вообще интернат Ну да Но это вот Такой полуинтернат Новые семьи начались Да Но это ее пятидневка Но если вдруг Была необходимость То оставляли Там на выходные Тоже Такое практиковалось Читает две недели Не видеть Да Это радость конечно Для ребенка большая Такой маугли растет Воспитанный нянечками И игрушками Такими Ладно Хорошо Вопрос В эфир от Олега Из Иркутска Известно что Истинное и прочное Соединение Мужчины и женщины Есть только Духовное общение Половое бездуховного Есть источник страдания Для боих супругов В настоящее время По зомбоящику В передачах Именно телеведущая Женщина Развращает Своих соплеменец И эта ставка На женское Понебратство Сделана не случайно Ворогами Славянства И человечества В целом Как мыслишь Со стороны Нас славян Как Мыслишь Со стороны Нас славян Скорее всего Нужна Тождественная Адекватная Реакция На проблему И пригласить В следующий раз На подобную Тему В эфир Еще и Мудрую женщину Чтобы она Вместе С тобой Еще и По своему На своей Женской Волне Продублировала Твой Безусловно Богатый Позыв Не вызывая Возможное Оторжение В некоторых Радио Слушательниц На подаче Темы Только мужчины Благодарю Олег Из Иркутска Да Такой Длинный Комментарий А не желаешь Ли ты Да я желаю У меня были Такие мысли Вообще Пригласить Ну как-то С тобой Согласовать Переговорить Действительно Пригласить Женщину В эфир Такой Тройной Эфир Можно делать Нельзя Получиться Технический Да хоть Какой угодно Факт в том Что тоже Интересная Мысль И женское Мнение По этому поводу Тоже интересно Я думаю Что им тоже Много что есть Сказать Особенно Женщинам Которые уже Просыпаются Или проснулись И у них Какой-то Может быть Специфический Взгляд На этот вопрос Или как обходить Наоборот Эти все острые углы Вот Конечно же Это была бы Интересная мысль Я поддерживаю Такое Не ну мы с тобой И так походили Я-то напирал И ты так мягенько Все говорил Это я сегодня Был плохой клоун Ладно Вопрос эфира От Виктора 80 Из Харькова А вам не кажется Вам не кажется Что мы все время Бросаемся Из крайности в крайность То главное Яинская энергия То инская Может равноправие И тогда Янь плюс инь Славь И тогда Возродится Система Славьянина Ну может быть И так Это скорее Реплика Ну славянин Да То что Мужчины и женщины Должны взаимодействовать По моему Это очевидно Мы уже об этом Тоже сегодня Поговорили Поэтому Если я Не Как бы Написал Сложить И будет славянин Не знаю Насколько можно Проекции такие проводить Но действительно Славянин В этом Не ну можно В первый раз Проведена Почему бы Как один из вариантов Не представьте Да Конечно Мы же не отвергали Женское Мы же наоборот Любя Мы любя Хотим Чтобы женщины Стали мудрее нас Чтобы они Были Тем Источником силы Которую мы В семье получаем И чтобы мы Водушевившись Набравшись Этой энергии Пришли завоевывать Завоевывать для них Мир Завоевывать В хорошем смысле Улучшать его Вот это Природу Не угробить А Соединявшись С природой Делать что-то Великое Вечное Для наших Любимых Которые Нам Дарят Столько всего Хорошего В этой жизни Которые Продолжают Наш род Которые Нас Детками Награждают Такими Прекрасными Радостными Счастливыми Вот Ради чего-то Вся этой передачи А не чтобы Кого-то пахать Ну Избавитесь От дурных привычек Ну кто от этого Хуже станет Кому от этого Хуже станет Ну давайте Представим Человек бросил Например курить Бросил пить Ну я имею ввиду Там всякую Наркоту Употреблять Перестал ругаться Матом Стал думать О чем-то Хорошем Высоком Стал задумываться О семье Стал здоровым Что плохого-то В этом Кто-то мне скажет Я и в этом Плохого Ничего не вижу Вот Так что дальше Продолжаем Хаврошечка В эфир Руководитель Детской студии Рассказывает Делали с девочками Двенадцати лет Обрядовую куклу Двенадцать Платочков На шее Куклы По количеству Качеств Будущего мужа Девочки Искренне удивлялись А зачем Нужно Замуж Выходить В наше время Да Уже Прививается Такое мнение Что Могут быть Варианты То есть В женской судьбе Могут быть варианты Кроме как замужества Какие-то другие То есть Может быть Карьеру сделать Может быть Просто иметь Любовника Там Или просто Ребенка Ну или Еще какие-то Варианты Может быть Непонятные Вообще Не ориентироваться На это Ориентироваться На какие-то Свои интересы В удовольствие Жизненное То временно Но факт в том Что действительно Раньше Такими вопросами Никто не сотовался То есть Никто Своей другой Судьбы Кроме как Через замужество Женщина Не воспринимала На сегодняшний момент Появились варианты Тоже определенная Технология Реализовывается Тоже самое Можно Тоже самое Окно Вертона Можно упомянуть Постепенно Постепенно Женщине Перевивается Мысль Что Ну а что Она может И сама по себе Зачем И мужчина Ну так Можно иметь Какого-нибудь Парнишу Как говорится Довлетворение Своих потребностей Каких-то Физиологических Не более Ну а потом Может быть Для себя Ребенка Завести Ну то есть Ты говоришь Про брак Который является Узаконенной Проституцией Ну фактически Да Можно сказать И так Вопрос Эфира От Владимира Замытеевича Юрия Женский спорт Особенно Профессиональный Это нормально? Ну Лично Мои мнение Что спорт Вообще-то Ненормально Не только Женский Ты что Ты Олимпиаду Что ли Не смотрел? Не Да нет Не смотрел Да ты Вообще Ты что Там такое Уле-уле Было Ну я Слышал Я тебя Далеко По заголовкам Читал Что там Целые прения Но на самом деле Если брать Женский спорт Ну именно Спорт Именно спорт Он никакого здоровья Не приносит Ни физическая Не физическая Культура Да Спорт Если вот Я читаю По-русски По-русски Слово Спорт Спорт Он ничего Хорошего Не приносит Если брать Именно Может быть Ну профессиональный Опять-таки Только спорт Может быть Профессиональный Физкультурник Ну не знаю Может в советское Время Такая была Дложная Сейчас Такой Наверное Нет Физрук Функт То что Функт 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 Она конечно Должна Присутствовать Если так Конкретно На этот вопрос Ответить Если спорт Ну спорт Он ни к чему Хорошему Не приносит Не приводит Это скорее Какие-то Амбиции Политические Придаток Политических Амбиций На сегодняшний день То есть Через спорт Каким-то образом Во-первых Бюджет распилить Во-вторых Просто Этих Женщин Если же Спорт Как-то Отравить Через эту Отраву Направить На какие-то Непонятные Результаты По прыжкам По каким-то Поднять Тяжесть Или кто-то Кого Сильнее Побьет В каком-нибудь Боксе Факт в том Что Это вообще В эту сторону На мой взгляд Женщине Которая хочет Возвратить Себе Женщинность Точно Смотреть Не стоит Такой Ответ Вообще Спор Спор Еще Твердо Это Утвержденное Это Нечто Такое Страшное Физическая Культура Это одно Это доброе Что-то такое Это Воспитание Своего Тела Настраивание Своего Тела Содержание В определенном Порядке И так далее Физическая Культура Мне нравится Такое Слово Оно Правильное Гармоничное Спорт Спорт Это Конечно Нечто Вот Давайте Представим Что такое Спорт Современный Спорт Именно Не физическая Культура А спорт Это Замена Гладиаторских Убийств Да Вот Если так Припомнить Зрелище 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 Хлеба То есть Уровень Дебилов Которые Посмотрели Пришли Как Кто-то Друг Друг Гробит Да И за Это Платят Деньги Причем Довольно Иногда Большие Откупные Деньги И многие Люди Превращаются Таких Рабов Гладиаторов Которые Стязают Свои Тела Только Для того Чтобы Получать Какое-то Не очень Долгое Время Деньги Чтобы Прославиться Получить Деньги И так Далее То есть Вбиль В голову Людям Что Спорт Это Что-то Великое И Серьезное Не Физическая Культура Не путайте Я не против Физической Культуры Я не против Того Чтобы Были Люди Здоровые Я против Того Чтобы Люди Превращали Себя В проституток Которые Торгуют Своим Тилом Только Не Засовывая В себя Что-то Или Кому Что-то Засовывая Хотя И в спорте Тоже Иногда Что-то Засовывают Но В первую Очередь Из Немогая Преодолевая Себя На радость Публики Забублики Что-либо Делая Это Одна из Разновидностей Проституции Если по большому Счету Разобраться Честно Это страшно Это Может показаться Кощунственно С моей стороны То, что я говорю Но вы Внимательно Вздумайтесь Что происходит Это Снимается Какой-нибудь Порнофильм Который На весь мир Выкладывается Этим актерам За то, что Они там Что-то делали Им платятся Деньги И Вот Примерно То же самое Делается Здесь Вот На весь мир Вы вот это Все дело Показываете Да, я понимаю Сейчас появятся Такие слова Что К примеру Они Подают пример Тем людям Которые на них Смотрят И они Займутся Физкультурой Так вот Уверяю вас Современный Спорт Коммерческий Спорт Бизнес Так называемый Он Призывает Всего лишь Может быть Полпроцента Людей Которые Займутся Физической Культурой Остальные Будут Сидеть С пивасиком Наблюдать Как это Все происходит Тем более Что посмотрите Что именно Рекламируется На площадках Спортивных Во время Трансляций И так далее Там как раз Рекламируется Это очередное шоу Которое Заменило Гладиаторские Убийства И самоубийства Разберитесь С этим Не пытайтесь Обвинять В каких-то Гадостях Что я Против Чего-то Нет Я За физическую Культуру Я За здоровье Но здоровыми Людьми Делает Не шоу Где люди Наблюдают Сидя на диване В тапочках И с пузом Пивным А делает При учении Ребенка Заниматься Физической Культурой Быть здоровым И закаливаться С малолетства Папа с мамой Если мы говорим Про школу То школа Про детский сад Детский сад Если мы говорим Про какие-то Университеты И институты То они Вот если там Физическая культура И ребенок Привык Сделать зарядку Привык делать упражнения На растяжку Силовые какие-то Гимнастические Это прекрасно Это хорошо Но когда Если мы опять же Возвращаемся к вопросу Про женский спорт Но когда я вижу Так называемую Художественную гимнастику Где девочки В открытом виде Разворачивают Все свои прелести На показ И как они там Все это ножки задирают И как они там Что раздвигают И так далее Я в ужасе нахожусь Что вы делаете Ну как Как девочка Может это все Показывать Как она это все Может выставлять На показ Но вы подумайте Это же такая Извращенность Как современный балет Который балет Вспомните Откуда он появился Балет появился Из того Что вот именно Женщины Показывали Мужчинам Все свои Вот эти Растяжки Все остальное Потом Мальчики Которые Вот там Мужеложство Где процветало Они одевали Какими-то там Обтягивающей трикой И тоже Это все Показывали И потом Для того Чтобы привлечь Туда И тех И других Мужчин и женщин Им стали показывать Мужчин и женщин Обтягивающий трикой С задранными там Юбками Так называемые Пачки Это же уродство Это искажение Что вы делаете Люди Это спортом Называется Это не спорт Это развращение Это развращение Вот это мое Такое мнение Хотите Верьте Хотите Нет Задумайтесь Присмотритесь Обратите внимание На те движения Которые там Производят Я не против того Чтобы у моей Любимой была Прекрасная растяжка Это замечательно Это настолько Интересно Вы себе Представить не можете Но это мое Личное индивидуальное Это ее личное индивидуальное Это наше Семейное Внутреннее Если моя дочь Будет иметь Такую же растяжку И своим любимым Там у них все будет хорошо Я буду счастлив И рад Но когда Это все Выставляется На показ Да Должны быть Гимнастические Какие-то упражнения Для девочек Пожалуйста Секции Приводите Пускай там Учат танцем Пускай там Учат гимнастике Но это не должно Выноситься на показ Это не должно Становиться шоу Не должна девочка Показывать все это В большом зале Или как там Потом Танцевальные группы Меня вообще убило 9 мая Когда там В прошлом что ли Году было Когда показали Гимнастическое шоу Устроили для ветеранов Войны Когда маленькие девочки Одеты В стилизацию Военной формы Времен 41-45 года В коротких юбках Крутились И вот эти все Растяжки свои Показывали ветеранам В военной Форме Тех лет Вы себе можете Представить Что это Такое было Да Это извращение В высшей степени Это Ну не знаю Это надо как-то Может быть уже Морды за это бить И я уже Другого не вижу Такое было где-то Реально Вот Ингварь Вот сейчас Алексей уже утрирует Когда-то в банях Вместе мылись И похоти не испытывали Дорогой мой друг Ингварь Конечно же мылись Но это не снимали Это не выкладывали В ютуб Это не транслировали Как сейчас транслируются Фильмы Или шоу Это была Интимная обстановка Где приходили с семьей И мылись Давай Не утрируй пожалуйста А разберись С тем что я говорю Не смешивай Одно с другим Так Вот в эфир Хаврошечка Срочно После напряженных соревнований Иммунная система Фессионального спортсмена Падает до нуля Ну так Чему тут удивляться Есть Гладиаторский бой На самоуничтожение О чем я говорил А есть Физическая культура Для здоровья Ну сравнивайте Делайте выводы Если тема в голове есть То пожалуйста Все должно быть к месту Все должно быть по месту Все должно быть свое время Поэтому не смешивайте вы Интимное И физическую культуру С шоу-бизнесом Самоубийство Дальше Вопрос эфир От Олега Из Иркутска Юрий Объединяешься ли ты Со своими знакомыми Из других Веросповеданий Для нравственного Укрепления Института семьи И находишь ли ты Общий язык Например с христианами Ведь В Евангелии Написаны неплохие слова Да будет двое Как одна Плоть И так что Бог сочетал Одного человека Не разлучает Матфей Глава 19 Стих 4-6 И разводы В учении Иисуса Не пощеряются И пресекаются На корню Есть в твоей жизни Подобные Взаимодействия Со славянами Других верований Ведь укрепление И сохранение Семьих союзов Наше общее дело Благодарю Ну Если Отвечать на этот вопрос Подробно То могу сказать Что Других вероисповеданий Ну Несколько Тут Автологические Некоторые Есть обороты Ну Других Вера Она Одна же Вообще Если Так С этого Начать Либо Человек Просто Ищет Истерное Зерно Я Например Не могу Представить Как Это Человек Он Христианин Живет По Евангелии Но Если Он Здравомыслящий Он Должен Задумываться Что Святкина Не Сошлось На этом Учении И кроме этого Учения Есть какие-то Другие Более Нам Близкие Источники Информации Ну Даже Если Такой Человек Попадается В жизни Который Действительно Таких Хищений Понимает И он Не Может Понять Я Например Несколько Раз Пытался К примеру С такими Людями Разговаривать Если Я вижу Что Никакой Реакции Нет Я Просто Эту Тему Оставляю И Общаюсь Конечно На Те Темы На Которые У нас В Которых У нас Имеются Точки Соприкосновения Но Если Таких Тем Не На 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 Общаешься Просто Здрасте До Свидания Как Говорится А Если Находится То Можно Общаться На Другие Темы Совершенствовать Другие Моменты В Жизни Через Взаимоотношения Даже С теми Христианами Или С другими Вероисповеданиями Но Опять Таки Если Брать Другие Народы Ну Не Вижу Смысла Как Отвращать От Мировоззрения Определенных Значит Если Они Считают Так Нужным Суже Строить Ну Значит Пусть Не Строят Таким Водом Жить Я Считаю Что Не Надо Лезть Друг Другу Как Говорится В Чужой Монасты Со Своим Укладом Лезть Не Надо А То Что Касается Взаимодействия Его Можно Строить На Других Каких Началах Если Мировосприятие Не Совпадает А Другие Моменты Могут Совпадать Жизненные Социальные Ситуации Конечно В этом Надо Друг друга Поддерживать В целом Я это Поддерживаю Есть Семьи У которых У нас Разные Понимания Некоторые Но Тем не менее Мы Находим Точные Соприкосновения И друг друга Понимаем Друг друга Поддерживаю На мой взгляд Нас Сейчас Пытаются Разъединить И Это Кому-то Очень Хорошо Удается Мне кажется Что Пришло Время Понимать Это Раз Понимает Человек Это То Он Делает Противоположное Своим Врагам И Недругам То есть Он Пытается Объединиться Так вот Наша Задача Не Разъединяться По Каким-то Религиям Конфессиям Политикам И так Далее А объединяться Почему Во-первых То что Мы все-таки Братья По крови Это первое У нас Братья Дружеские народы У нас Очень многие С которыми Мы живем Многие тысячи лет Здесь рядышком И При этом Друг друга Еще глотки Не перерезали Дальше Если мы видим Что задача Построить сильную державу Где бы жить По совести Ладу с природой Было бы хорошо Вот Когда мы Про эти вещи Говорим Понимаем Что Человек Именно Человеку Друг А не волк И Если ты человек Кто-то живешь По человеческим Понятиям И представлениям То тогда Все становится На свои места Если мы Начинаем углубляться Какие-то Религиозные И другие Там Вопросы Политические Может быть Спортивные И так далее То в этом случае Нас будут разделять По партиям По конфессиям И так далее Там подобное Главное Чтобы это Вражду заложить А дальше Оно само собой Будет гореть Только сиди И подбрасывай Масло подливай Чтобы все Не потухло А дальше Будут пользоваться Как это и написано Во многих учениях Как надо разделять И властвовать И как надо Пользоваться Остатками От тех Кто сдох В этой Братоубийственной войне Наша задача Державу поднимать И становиться Хозяем На своей земле Чтобы всем От этого Было хорошо Кроме Упырей С упырями Разговор Простой Если ты упырь То тебе место Заниматься Полезным для общественности Трудом Под конвоем Например Под насмотром Если ты Человек Здравомыслящий Задержаву Радеешь То в этом случае Все будет хорошо И замечательно Никаких там Не надо будет Конвоев Больших каких-то Охран И всего остального Все будет замечательно Все будет хорошо Жить там по совести Так дальше Вопрос эфира От Данила Здравствуйте С ведущим Юрий Сформулируйте Основные положения Тезисы Позволяющие Решить задачу Возрождения В женщиной Женственности Или приведите Краткий план Действий По решению Данной проблемы Благодарю за ответ Ну это Из той оперы Ну как говорится Без обид Повторите пожалуйста Все что вы сказали Еще раз Вот Это примерно Из этой оперы Ну если Совсем коротко Совсем коротко То Лошадь можно Перевезти на водопой Одному человеку Но и десяток Не заставят ее Напиться Поэтому раз уж Разговор о женщине То в первую очередь Женщина должна Сама это осознать Если она это не осознает И не поймет И не раскроется Для помощи Со стороны Да Чтобы все таки Кто-то ее напоил Как говорится Из этого источника То ничего Ничего и не получится То есть В данном случае Если женщина проявляет интерес Проявляет какие-то Ну В свое время На это тратит И Как-то хочет Вникнуть в эту тему То только После этого Уже можно помочь Каким-то сторонним людям В данном случае Ну И второй план Это общество Должно просто Откликнуться То есть Если женщина Проявляет интерес К тому Чтобы ей возродиться То есть Как возродить В женщине Женственность То есть Если она задается Этим вопросом И хочет быть Женственной И Ищет Ответы на эти вопросы То она Обязательно Ответы на эти вопросы Сторон Это уже проверено Когда человек начинает Искать Он обязательно находит Ну Вкратце Вот так То есть Повторяться Не вижу смысла Но факт в том Что женщина Первая должна хотеть Первая это женщина Второе общество Должно помогать Вот и все Хорошо Так Дальше Литр 80 Молоко Основа жизни И иммунитета У ребенка До двух лет Да Согласен Только надо уточнить Надо уточнить Какое Чье молоко Женское Именно женское То есть Да И до пяти лет желательно До пяти до шести Прикармливать То есть Не то что Прям только грудью Но прикармливать Захотел ребенок пососать Ну пусть пососет Ну то есть Во-первых Надо понимать Что Не про коровье молоко Мы говорим Мы говорим Про женское молоко То видовое Материнское Материнское Да Ну Материнское Женское Я просто по женской Говорю Что не коровье Материнское женское молоко, то есть видовое питание для своего чада. Корову пускай своего телёночка кормит молоком, козочка козлят своих кормит молоком, хрюшка поросят, собачка своих щенков. И никто против этого заражать не будет. Дальше. Второе, что почему до двух лет ребёнок, пока у него есть молочные зубы, это говорит о том, что он может употреблять молоко своей мамы. Вот когда молочные зубки у него начинают шататься, выпадать, это как раз тот самый переход, когда от молока уже надо его отучать. Тогда у него появляются коренные зубы, которые уже не приспособлены для того, чтобы лакать молоко, чтобы пить молоко. Вот это надо тоже понимать. Русский язык, он потому и великий и могучий, что он определяет своими словами то, что должно происходить или то, что происходит. Если есть молочные зубы, значит, кушайте молоко. Если нет молочных зубов, то молоко уже кушать вам не надо. То же самое, кстати, происходит и у животных, обратите внимание. Котеночек там несколько месяцев ему наступает, у него зубки выпадают. То же самое собачка зубки меняет и все остальные. Так что потом оно перестает молоко употреблять. Света, откуда мужчины знают, каково это ждать принца? Они не могут знать это, конечно, напрямик, они знают это опосредованно, представляя просто в этой ситуации себя на месте принца. Разве что так они могут это понять, либо со словом женщины? Ну, я думаю, что ждать принца это такая фраза, тоже двусмысленная. Думаю, что несмотря на то, что женщина в целом по природе своей более пассивной, где-то предпочитает ждать, да, принца. но если она будет какие-то от себя принимать шаги к тому, чтобы найти ну, или как-то хотя бы оказаться в среде, в такой среде, где могут быть мужчины, которые действительно ее заинтересуют, как будущие супруги, то надо искать такую среду, в которой она будет находиться, какая-то социальная среда, там, какое-то общество определенное, для друзья, знакомые, которые действительно поддерживают такие идеи развития духовного, и тогда ситуация не заставит себя ждать, и мужчины появятся, и тогда будет ожидание какое-то более ну, действительно результативное. А если просто сидеть дома и ждать, то можно и не дождаться вообще никого. То есть, от себя все равно идея такая, что от себя надо все равно предлагать какие-то усилия, даже в ожидании принципа. Виктор тут такой пишет в совет. Говорят, что если женщина, то есть, или ее муж раз в день будет делать массаж, 40 массажных движений, 6 основных центров женщины, щеки, грудь, попа и так далее, то грудь и после кормления у нее их 60 будет такая же, как 18. Дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. В наше время вера заменяется общественным мнением, верят не в Бога, Богов, а в то, чему учат люди. На что сделать ставку, по твоему мнению, как душевно, мягко и тактично, но в то же время четко и твердо объяснить среднестатистической мультикультурной женщине основы славянского мировоззрения, мировосприятия и роли создания образа настоящей женщины жены по чину в ее сознании. Твои рекомендации? Благодарю. Ну, собственным примером, если мужчина встал на этот путь, раз уже про жену говорится, да, здесь, и неуклонно и неукосительно заблюдает определенные уже свои жизненные установки и свою жизнь перестраивает определенным образом, то жене просто одеваться некуда, как говорится, она волей-неволей как такая субстанция именно женственная, обтекающая, она принимает уже эту форму. Мужчина, он, в общем-то, строит семейную жизнь и женщина, она в данном случае принимает эту форму, как сосуд принимает воду, так и женщина, она принимает ту форму жизни своей и образ семьи, которую ей мужчина в общем-то генерирует. Поэтому самое главное это, чтобы был какой-то у женщины маяк в виде мужа своего, да, путеводная нить, которой она будет следовать. И все поменяется, не заставит это ждать время, когда женщина просто начнет меняться. Все зависит от того, в жизни. Ну, в общем, я сказал, меняйся сам, начнет меняться твое окружение, начнет меняться мир. Хорошо. Вопрос эфир от Олега Зиркутска. Тело, первый ученик души и духовность невозможно в праздности и роскоши, а также и нравственность и направление воли на общественные всемирные цели. Не думаешь ли ты, что женщинам еще, помимо всего прочего, вшивают эгоизмы и культ вещизма, чтобы разложить их нравственно-духовно? Лично я сталкиваюсь с этим постоянно в общении с женщинами. Благодарю. Ну, конечно, определенные закладки постоянно производит система, сегодняшняя система жизнеустройства постоянно в женскую голову определенные закладки вносит. Это информационные модули, которые со временем начинают разворачиваться, такие саморазворачивающиеся такие программы, автоматизированные, автономные, которые потом женщины меняют. если вот как бы так вот подробно рассматривать и разложение то же самое нравственное и духовное не заставляя себя ждать. Поэтому опять-таки есть такое понятие гигиена ума. Для женщины это особенно важно. Если соблюдать гигиену ума, выбросить телевизор и всякие глупости в себя не впускать, а желательно еще иметь рядом мужа, который будет в этом ей помогать, то тогда женщины не будут защищены постоянно. То есть вот такой есть момент, что женщина должна быть обязательно с мужчиной. То есть женщина без мужчины фактически не должна существовать. Обязательно кто-то должен брать на себя ответственность за эту женщину. То есть женщина должна быть всегда под присмотром. Иначе она просто опять-таки в силу своей природы находясь без ориентира она может попадаться в какой-то разврат, в какую-то проституцию, в какие-то вот такие вот непонятные вообще социальные роли на себя вешать. без ориентира. То есть женщина вектор вот она не предназначена для положения целей векторных она вот именно как энергия, которую надо куда-то направить. А мужчина это тот вектор, который именно помогает женщине двигаться и двигается сам за счет ее энергии. Вот такой ответ. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Не муж выбирает жену, а жена выбирает мужа для того, чтобы выбрать лучшего отца детям. И вот почему в первую очередь должны учиться женщины. Лев Николаевич Толстой. Не видишь ли ты в словах классика здравый смысл, который можно спроецировать на наше время и отцам семейства особый упор духовного воспитания делает на воспитание девочек как будущих хранителей с домашнего очага, оплота нравственности, от которой зависит сама жизнь людская на земле, так как предназначение мужчины по сути заниматься увеличением благ человечеству, творчества, созидания, а женщины продолжением самого человечества. Благодарю. Я думаю, что отец должен внимание уделять не только девочкам, но и мальчикам, кого-то особо. Как можно детей, их можно как-то по-разному любить, но уровень любви, то есть качество любви, оно остается одинаковое, и уровень любви должен быть одинаковым. Просто всех можно любить по-разному, девочку по-своему воспитывать, любить мальчика по-своему. Но факт в том, что я не думаю, что надо на каком-то более акцентировать внимание. Просто девочкам нужно специфическое воспитание, как и мальчикам, если так брать. И девочкам это специфическое воспитание надо, конечно же, уже прививать с момента рождения, как полу узнали. Если это девочка, значит, соответствующее отношение к ней должно быть как девочке. И прививать, естественно, женские качества надо с молодых ногтей. Ну, в общем-то, со всеми здесь согласен, особого вопроса я здесь не вижу. А то, что женщина является продолжением самого человечества, ну, по-моему, очевидно, что мужчина дает семя, женщина дает тело. Это понятно. Вестник богов. Такая реплика. Ну вот, Алексей, гордость России забарковал в области достижения балета. А ведь так девушки в балете легкие, грозоселозно порхают, как бабочки. «Жесткий ты тип, однако». И, говори, пишет, «Я, когда смотрю балет, слюнями не истекаю». Вот, еще было написано, что это моя любимая тема, поэтому я так возбудился, так, и так далее, и тому подобное. Что скажешь? Ну, по поводу балета, по поводу балета я могу сказать, что я вот, когда, если с самого маленького возраста вспоминать свои ощущения, впечатления, мне балет никогда не нравился, я не понимал вообще, что там интересного, мне было всегда скучно. Мне всегда все колорожащие говорили, вот, ты не понимаешь красоту, ты не понимаешь искусство, как это красиво. Но сколько я не смотрелся, я ничего не видел. Действительно, там ногами махают, растяжки показывают. Где-то полуоголенные женщины, конечно, выступают, ни к чему хорошему. Еще мужчины в таких в обтягивающих штанишках. Да, да. Ну, я думаю, что вообще есть уже эта отдельная тема, можно тоже долго на эту тему говорить. То есть, балет, он был привит и России, и русским людям в свое время искусственно. То есть, это не свойственно нашей природе, не свойственно нашей культуре. Вот именно в данном случае балет. А вот можно исключить из жизни, да, совершенно спокойно и переключиться на какие-то другие образы и на другое какое-то искусство и самовыражение себя, а не как вот голыми бегать по сцене, скажем так. А это еще калечит же, то есть, это вот балет, он же калечит и женщины, и мужчины, то есть, чисто физиологически. Да, и как и в спорте то же самое из той же серии. Здесь давайте разберемся так. Вот давайте сравним танец, национальный русский танец, где мужчины и женщины национальных одеждах. Может ли вы себе представить, что женщина вдруг начнет задирать ноги перед мужиком, класть ему, например, ногу на плечо и он ее будет прокручивать. Причем, скажем так, соединение ног у женщины, которая подняла ногу на плечо мужчине, будет как раз напротив его мужского достоинства. Как вы думаете, что этот жест будет означать? Вот если так представить. Танцует... Приглашение к Саитию, так если мягко. Это приглашение к Саитию, да. Когда она нагибается перед мужчиной, да, и наклоняется, опять же, на уровень своей головой, а нога при этом у нее поднята вверх, потом начинает ее прокручивать, показывая всем вот эту замечательную растяжку всему залу. Она бывает на мужчину подпрыгивает, и на него он напрыгивает, и на него обхватывает за бедра. Конечно, конечно. Как вы думаете, что эти жесты, эти грациозные, красивейшие жесты, а какую они основу ведут? Или вы думаете, что это просто так родилось? Но ведь каждый жест, каждое слово, каждый взгляд у разумного человека что-либо означает? Конечно же, если мы убираем разумность, то ой, какая растяжка, ой, какой наклон, ой, какой подхват, ой, какая поддержка. Хотели выразить любовь, эти жесты? Замечательно, замечательно, но почему полуголые, но почему там все так прекрасно видно и у мужчин, и у женщин? Для чего это? Представляем русский народный танец. Никогда вы этого не увидите в русском народном танце. Не в этих осовремененных, когда юбочки до колен и они там крутятся и все у них там тоже видно, да, там для иностранцев эту клубничку показывают в советские времена там балет советский и вот русские народные матрешки танцы, балалайки, медведи пьяные, матрешки, ушанки и так далее. Потом перестройка добавилась, перестрелка, разврат и все прочее. Давайте вздрамовыслие просто включим и подумаем. В русском танце настоящем вы это увидите? Нет, вы это не увидите. Это нам не свойственно. А мужчина при этом в русском танце никогда вообще в обтягивающих штанах не будет ходить. Тут пишут, а вы не смотрите, а вы, да, а вы тут не смотрите на мужчин. А почему я не должен смотреть на мужчин, если он вышел на сцену вместе с женщиной? Ну, почему я не должен смотреть на ту жопу, извините, которая мне показывает? Уберите детей от радиопередатчика, да, то, что называется. Почему вы его спереди все обтянуты, я не должен смотреть? Он же вышел все это показать? Или вы считаете, что это он не хочет показать? Просто не досталось ему одежды в гардеробе? Работа такая, работа такая. Ну, не досталось просто одежды в гардеробе. А та девушка, которая идет, вот это у нее все наружи, тоже у нее что-то там ненормально, с деньгами не хватило, и купить нормальное платье, необщагивающие шорты, которые в три раза дороже это платье стоят. Что тоже так вот случайно она вышла потрясти и показать? А дальше, когда мы смотрим эти все танцы уже современные, где, опять же, те же самые балетные движения, заброс ноги вокруг талии мужчины, это что означает? То же самое танго, например, ча-ча-ча и прочие вот эти дела, которые сейчас активно показывают. А вот на шесте танцы это же продолжение всего этого, просто добавился инструмент шест. Вы что скажете, что здесь никакой эстетики нет? Ну продолжайте эту же эстетику. И спорта такой есть вокруг шеста. Да, 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 и попкой там прекрасно крутят и там трясут, и как-то там называется, я не знаю, как это называется в современности. Но целый скандал уже сейчас на эту тему. Кто-то говорит, ребята, ну это же искусство, это искусство вокруг шеста покрутиться. Ну вы не смотрите на эти достоинства, которые вам женщина показывает. Ну да, есть там, на красоту. Вы смотрите на красоту движения. А что эти движения выражены? Вы, пожалуйста, разберитесь сначала. Есть же язык тела, да, вот где вы договорились. Да, для чего, да, для чего это все надо? Вы подумайте, для чего надо это, откуда это все пошло? А потом уже говорите, искусство это или не искусство, красота это или не красота. Вот возвращаясь, когда идет намулеванная малолетка, раздетая полностью, и говорит, что это красота, это из серии балета. Там тоже такая же красота, там тоже все размулевано, и так же все показано, и там еще задирают демонстративно ноги. Это же из той же серии, о чем мы начинали. Если вы смотрите все эти бальные танцы, где все задирают, показывают, которые тоже уродуют детей, которые тоже там уже профессиональные заболевания у них есть, это из этой же серии. Но тогда вы не говорите, что по улицам девочки ходят, и они там не разделяют красоту от секса. Давайте тогда... Еще известно, что в этих учреждах же там различные происходят тоже там развратные действия. То есть туда и люди неполноценные психически очень многие притягиваются, преподаватели, озабоченные всякие и так далее. Или детей там постоянно могут развращать мальчиков, превращать, не для эфира будет сказано, скажем так, в педерастов, если так научно. Женщин там тоже склоняют ко всяким непотребным действиям. То есть это тоже не секрет. То есть периодически такие выплывают тоже темы. То есть туда люди психически неполноценные идут, а если идут нормальные, то просто их там психически ломать, ну голыми плясать перед посторонними. Что ж хорошего? Почему мы привязались к этому балету? Ну вы просто проанализируйте, откуда он появился. Ну историю балета... Да, историю, да, читайте. Ну вы возьмите, откуда он появился, где это все вышло. Посмотрите, откуда появились эти танцы, которые сейчас на шесте крутят. Где они стали? Кто там принимал участие в этих танцах? Они же все прошли балетную школу. В этих кабаре и во всем остальном. Что, муленруш это красота? Что это замечательно? Это должно также у нас внедряться? Но вы хотя бы включите в голову-то, ребятушки, что это одно и то же, что идет девица, которую потом насилуют на каждом углу, и потом она плачет, не понимая, почему изнасиловали. И вот это так самое называемое искусство. Искусство – это искусственное, а есть природное. Давайте все-таки возвращаться к природному, жить в ладу с природой, святощитя заветы своих предков. Давайте вот к этому все-таки возвращаться. Или мы живем по-природному, и тогда у нас все строится, и тогда у нас все выстраивается, и тогда должно все быть, как должно. Или все-таки мы живем по-искусственному, но тогда не пеняйте на этот мир. Тогда все в этом мире должно так быть, как оно и есть. Тогда это все правильно. Алексей, а что, кулич с яйцами тоже запретим как символ плодородия? А почему это надо запрещать? Что, кулич с яйцами прыгает на сцене, что ли? Задирает ноги? Или предлагает в булочку что-то вставить? Им говорят, и о чем вообще пишешь-то? Кулич с яйцами – это наше древнее, то, что помогало, может быть, в чем-то разобраться или что-то усиливало, но не более того. Но это не мужик изображал кулич с яйцами. Не было у нас танцев кулича с яйцами. Кулич и яйца – это другое совсем. Но включайте в голову, друзья, ну что же вы опять-то на это все переходите? Так, наше творчество лучше это понятно. Разошелся ты, брат. Конечно, разошелся. У нас сегодня тема такая. Да, такая эмоциональная. Ага. В итоге… Вопрос. Танцует женщина или гопак? И смешно стало, да? Правда. Женщину, ты видел танцующую гопак? Нет, не видел. И я что-то не видел как-то. Ну, как-то вот… Мужики танцуют гопак, да. Женщины вокруг них там приплясывают. Ну, они не задирают. По поводу балета добавить. Физиология очень сильно нарушается. Детеродные функции у женщины начинают очень сильно страдать. Балерины потом… Не могут детей завести. Момент такой еще тоже. Пусть женщины задумаются, балерины, что такое есть, что можно просто остаться без детей в своей жизни. То есть профессиональные балерины, у них нетеродная функция очень сильно страдает. Да. Написал, он говорит, Алексей пытается балет вывести из Канкана, а не наоборот. Я не про это говорю. Я говорю про то вообще, когда появился классический балет. Канкан появился намного позже. В Канкане уже принимали участие балерины списанные, что их обучали как раз те же самые балерины и балероны. Это вы должны учитывать. Подготовка красиво задирать ноги, она вышла из балета, а не балет вышел из Канкана. Балет появился намного раньше в тех местах, где процветали вот эти всякие неприглядные дела. На самом деле прикрытие просто идет разврата и оголение. Вот это прикрытое оголение искусством, как черный квадрат. Ну, подумайте просто. Давайте так. Вот смотрите, из балета вышла художественная гимнастика. Там много элементов художественной гимнастики используется. Вот с этим, наверное, не поспорить. То есть спорт, когда решили, надо как-то женственность было проявить, и появилась так называемая художественная гимнастика. Что взяли туда, за основу? Оголение. Обратите внимание, оголение и гибкость, растяжка, которые есть. И добавили физическую основу еще. Вот тебе, пожалуйста, художественная гимнастика. Но давайте дальше-то рассмотрим. А какие жесты? Ну, вот посмотрите, маленькие девочки танцуют. Вот она задирает ногу. Для чего она задирает ногу? Ну, вы просто мне объясните. Для чего она там, когда крутит эту ленточку... Якобы красиво. То есть вот сексуальность... Да, вот сексуальность и красота. Вот вернемся к началу нашего передачи. Ну, или вот балет на льду тоже. Зачем? Ну, хорошо, юбочки такие маленькие, они в колготках, там, в трусах, там, в купальниках. Все ноги задирает. Я вот тоже этого не понимаю. Надо обязательно вот так это все показывать. И, помимо всего прочего, видишь еще все вот эти вот оголения. Пишут дальше. Классический балет изначально не являлся задиранием ног. Все развивалось, пусть и не всегда в лучшую сторону. Ну, хорошо. А сейчас чем является балет? Это было начало. Это первая часть окна Вертона. То есть, сперва они сильно оголенные. Те, кто это... Нет, оголенные они... Не знали, к чему это придет в итоге-то. Юра, они... Расписано. Юра, оголенные они были изначально. Давай к этому все-таки. Оголенные они были изначально. И все вот эти классические произведения, которые были, те же самые пачки, они присутствуют именно в классическом балете, а не в современном балете. И именно пачки, задранные на высшее уровне первой чакры, где все видно, они были уже в классическом балете. Вот давайте с этого начинать. И задирание ног уже было в классическом балете. И жесты соития уже были в классическом балете. И мужики, обтянутые, были уже в классическом балете. Девочки в трико и мальчики в трико Там уже были в классическом балете Но до этого, когда еще балет не стал классическим Там были те же самые движения Соития Где просто-напросто Грубо говоря, показывалось Как там это называется Сейчас приписывают Индусский вот этот Индусский трактат о любви Где там все позы-то расписаны Камасутра Вот изначально это была Камасутра европейская Балет Греческий и римский балет Это была европейская Камасутра Где показывались вот эти интимные Соития, бессоития Но там были, может быть, еще и другие, я не знаю И потом это стало все устаканиваться Потом это стало переноситься И вот поэтому там мужчины Изображают оголенных Женщины изображают оголенных С некими наметками на прикрытость Ну вот давайте Хотя бы от этого-то отталкиваться Опять же И это считается нормой Это считается, что мы этим сильны И этим хороши Да, русский балет якобы славится Самый крутой А кто это славится, я не понимаю Теперь давайте Прочитайте теперь Кто был основоположником русского балета Откуда он пришел Где это все родилось История печальная Это же все с западом В каких странах это все Конечно И вы что хотите И нерусским людям это было свойственно То есть поддержка русского балета Русскими людьми Она и не осуществляется То есть все, кому не лень Там только не русские В основном Это из той же серии, что давайте русские люди Поддержим русскую водку Как бренд Сами всем будем показывать Как ее надо пить И будем на этом деньги зарабатывать Продавая в Европу Вот это из этой же серии Водку сюда привнесли Мы теперь ее считаем Что это наш национальный продукт Русская водка Сами себя травим И продаем Как бренд На запад Куда-то То же самое с балетом Какие-то извращенцы Сюда что-то принесли Оголенные движения Показывающие Как надо чего делать Как надо там растягиваться И так далее На широкую публику После этого Это превратилось Иностранцы сделали это все Русским балетом И теперь мы это все экспортируем Девочка, идущая по улице Забывшая про русскую И одежду Про целомудрие Про все остальное Рассуждает точно так же Запад Эта вся дрянь сюда Вхлынула И теперь мы считаем Что это наше Все это стало нормально А потом говорим Слушайте А почему мы так все Почему мы так вот Начинаем разваливаться Вот он пишет Да здрасте Русским меценатам Семенации всех Все было поддерживаться Конечно А кто такие были Русские меценаты Кто им это в голову вложил Ну давайте еще дальше Посмотреть Ну что ж уперлись Меценатов Что же в 18 век Уперлись Ну где это все происходило Во дворцах Когда 18 век После Петра Первого Был После Петра Первого Что сделал Петр Первый Что он принес на Русь Куда он прорубил окно Кому он прорубил окно Кто здесь наживался Кто здесь сейчас наживается Ну туда вы посмотрите Да что ж такое Ребят Ну вы посмотрите Что вообще Как одеты хотя бы Люди Иногда может быть На место все встанет Почему ты не смотришь На мужиков Когда пишешь Что не надо на мужиков Смотреть Которые на сцене Поддерживают девушку Которая крутится В его руках Что там Мужик Это какая-то Декорация что ли Почему он таких Трико Одет Ну голову-то Включайте Что же вы защищаете Глупость Вы защищаете Вы защищаете То что нас уничтожает Это разврат Уничтожающий нас Что же вы хвалитесь Развратом Ну хвалитесь водкой тогда Хвалитесь русским наркотиком Хвалитесь русскими Как там Федорасы называют Русскими пидорастами Хвалитесь У нас самые лучшие пидорасты У нас самые лучшие наркоманы У нас самая лучшая Водка русская У нас самые пьяные Медведи лучшие У нас самые там И так далее Ну давайте Самой глупостью Дурью хвалиться Давайте будем Развращать людей И говорит, что это норма Это норма, если девочка ходит Вот сегодня Идет передача Так вот сажусь есть, специально включаю телевизор Смотрю новости, идет передача, сидит ведущая У нее юбка Не прикрывает того, что там находится Она общается с людьми Там какая-то тема очень серьезная Она как проститутка пришла Демонстрирует себя и при этом И какие-то серьезные темы рассматривается Для нее это норма, она думает, что это красота Это нормально Но ведь то же самое в балете Да, просто другая уже степень Другая степень деградации И это все в норму вошло, ребята Это все в норму вошло Но ведь это же Становится нормой, а там где-то норма То это все Хорошо тогда и Норма прыгать с девятого этажа вниз головой Норма пить правильно Пить культурно Пить алкоголь, это норма Или учиться Танцевать на шесть На шесту Почему не танцевать? Потанцевал на шесту У кого-нибудь Всем показать Конечно Конечно Задницы подергал На выпускном Там целые выпускные вечера Проводится Тоже нормально А кто там говорит, что это плохо? Сейчас уже новая тема Сейчас мужики начинают по столбам этим ползать Но это же нормально Это же искусство Мужики начинают по столбам Ты отстал от жизни Дорогой мой Юрий Ты отстал от жизни Это называется искусство Это высокое искусство До которого мы с тобой Два идиота Бородатых Я думал, я один такой Слушай, у нас просто Мне балет всегда не нравился Я потом, когда прочитал еще историю Осознал Слушай, у нас Я был одинок в этом Я думал, я один такой У нас Слушай, а у меня еще классическое образование Слушай, а я же еще в Большом театре участвовал Я же вот это все себе надевал Ты в курсе, нет? В малолетстве я себе это все примерил Вот эти вот стринги так называемые Ой, как тьфу, не стринги Как это? Трико, вот, трико По большому секрету Три года я там в Большом театре существовал Я это все знаю изнутри Понимаешь? Так что ребята мои Вы кому это рассказываете-то? Я вот так что-то не понимаю Дальше Давайте говорить о том Глубокий след у тебя это оставило Вот, видишь, как разошлось А нет, я просто это сейчас анализирую Тогда это для меня было искусство Потому что попасть в Большой театр Мальчику из какой-то там семьи Абсолютно из простой Где мама там на трех работах работала Да, это как-то Очень Потому что в те времена не хватало Реально просто И мама, и папа там Они кто как могли, да, работали У тебя на секцию Болероновскую, да? Нет, я не в балете Я не в балете Я в хоре Вот, но поскольку хор выступал В различных спектаклях То в этом случае там одевались Соответственно, тому спектаклю Который был, например, там Пиковая дама Ну, там как раз вот были такие одежды Ну, потому что Приучают, что это нормально Да, это нормально Но для меня это было странно И когда первый раз ты одевал Мне было не по себе А почему у меня где-то торчит что-то Не сказали Это так надо Это нормально Да, но потом там, правда Маленькие штанишки давали Вот эти бриджи Вот это меня спасало Я с такой радостью одевал эти бриджи Чтобы вот это все не торчало Для меня это было не норма В детстве Там первый, второй, третий класс Для меня это было не норма Ну, ладно Я еще к чему хочу сказать Что такое искусственное Что такое настоящее Вот давайте так скажем Может ли человек Может ли человек по жизни Только танцевать Нет Человек еще иногда говорит Иногда поет Иногда просто движется Не танцует Иногда отдыхает Спит То есть, если мы Говорим, что балет Это нормальное жизненное что-то То это серьезная ошибка Даже с этой точки зрения Дальше Может ли опера быть нормой Тоже нет Но не может человек орать все время Даже красиво орать Но не может он все время петь Даже красиво петь Он иногда говорит Он иногда молчит Искусство В которых предъявлено что-то одно Как, например, пантомима Балет Опера Они могут быть эпизодами жизни Но это не может быть жизнью Это искусство Искусственное Искушение Ребята, подумайте Искусство Искушение Искусственное Имеют одинаковое Что-то в себе Что-то общее Но вы задумайтесь Об этом хотя бы Когда вас Приучают К чему-то Одному То в этом случае Тогда Получается, что Вы становитесь Однобоким Вы не видите Целостности Этого мира Вы себя Обрезаете Вы себя Обделяете Вы над собой Делаете Насилие Вы впитываете То, что Ненастоящее В себя Превращая себя В часть Чего-то Неполноценного Ну подумайте Просто об этом Вот слово Балет Наоборот Кстати Тоже все слова Не просто так Балет Тело Б Да, вот наоборот Ну да У тебя уже такие Пошли более глубокие Я так Поверху Прыгаю Так Вестник богов Алексей Ведущая Алексей Провоцирует Промежность Чтобы Осложнений Не было С гинекологией Шучу Да Этим балетом Все понятно Вражеское Красиво Оформленное действие Фиг бы с ним Успокаивайся Я спокоен Я совершенно Спокоен Вы что думаете Если я кричу Какой-то взбешенный Что ли Можете пульс мой Померить Ну ладно Хорошо Итак Все вопросы Мы с тобой Озвучили Все ответы На вопросы Дали Теперь у тебя Есть возможность Даю тебе 30 секунд Шучу Где ты можешь Сказать Что ты Доброе Вечное Красивое И так далее Пожалуйста Ну вкратце Хотелось бы Всем пожелать Особенно женщинам Быть женственными Раз у нас Тема такого эфира Раскрываться в этом И Совершенствоваться В этой области И постоянно Помнить об этом Я думаю Что Если женщины Обратят внимание Уже на свою Женственность И будут развивать Они сделают Очень большое дело Для всего нашего Общества Для мира Для нас Для всех Для мужчин И я думаю Что мы мужчины Будем только поддерживать Женщин в этом Вот Ну благодарю за внимание У меня все Я желаю всем Только благ И Женщинам Семейного благополучия И женственности У меня все Какое у тебя Хорошее Прям В заключении Слово Прям молодец Прям здорово Здесь Прежде чем Закончить Здесь надо Наверное Сказать Что Ну как Такая реплика Появилась Что вот И теперь И книжки Там мне надо читать И фильмы смотреть И много Чего Вот Когда Разговариваю С людьми Которые Себя В чем-то Ограничивают Например С женщинами Разговариваю Что ну Зачем выставляете Вот это Или вот это Или вот это Первая реакция Такая Ну что же мне Теперь монашкой Что ли ходить Да Или что там По ранжу Теперь одеться Когда Разговариваешь С человеком Который Ну явно болеет Вот явно болеет То есть У него изо рта Уже плохо пахнет Волосы выпадают Цвет кожи плохой Зрение там Ну болеет реально Он говорит Слушай Тебе бы как-то так Ну знаешь Его рацион питания Его образ жизни Говорю Тебе вот хорошо Какое-то время Там все-таки Перестать мясное употреблять И кстати Здесь писали Что я часто употребляю Слово труп Ну ребят Ну если это труп Ну извините Я и говорю Что это труп Ну как мне сказать Ну не курочка Это курочка Это то что бегает Рыбка Это то что плавает Коровка Это то что мычит Это уже мертвая курица Да То что вы едите Это мертвая Это не курочка Это мясо Курицы Ну труп Это понимаете Ну вот Стерва Раньше называлось Стерва Да Труп околевший стерва Да Корова околевшая стерва Я не ругаю никого Ну хотите Ну ешь Я никого не призываю Там быть сыроедом Там веганом Или там Вегетарианцем Это личное дело Просто я называю Вещи своими именами Не более того Как вот например Те которые Есть у нас Такие люди Которые начинают Реально есть траву Да Вот я говорю Ты травоядный Ну потому что Человек Ну не приспособен Для поедания травы Он плодоядный То есть он плоды Должна есть Трава Как дополнение Иногда он может Съесть мясо Если там Ну край Да Некуда деваться Ну всеядный Он может быть Но он должен Выбирать Самое полезное Для себя То есть Всеядность Не подразумевает Есть плохое что-то Ну не подходишь Ты же не берешь Собачью какашку И не ешь ее Правильно Хотя же всеядный Ты же тоже ее можешь Переварить Ты выбираешь Например перед тобой Лежит кусок этого Кусок этого Кусок этого И этого Что ты выберешь Ну вот это Я к чему это говорю Я говорю то что Вот я вижу Подхожу к человеку Говорю Тебе вот лучше От этого отказаться Что же мне теперь Ничего не есть То есть Зашоренность человека Она не позволяет Понять что Например С точки зрения Диетологии Растительной пищи Намного больше Она намного богаче И продуктов больше Растительной И блюд растительные Более разнообразные Богаче Нежели чем мясных Ну вместо их Какие знаете Просто перечислить Рыба Курица Какое-нибудь Крупное животное Какой-то Перехватный Кролик Ну и какие-то Варианты Кусок от Ноги Или груди От спины Все Вот это все Заканчивается Дальше там Мраморное мясо И все остальное Это уже так Исхитрение Все остальное Это уже Коммерческий Такой шаг Рекламный Так вот Люди Ограничены Одни говорят Что же Теперь в монашке Одеться И потом Только через осознание Понимают Что есть Очень много Красивых вещей Именно красивых Несексуальных Невызывающих Невозбуждающих А именно красивых Те которые Начинают задумываться Говорят Ой елки-палки А вегетарианская пища Она на самом деле И полезна Мне стала лучше И ее Более разнообразна Я не становлюсь Вегетарианцем Не надо Я не вегетарианец На самом деле Я просто употребляю Вегетарианскую пищу Но я не являюсь Вегетарианцем Я могу сыроедничать Но я не являюсь сыроедом Я только беру то Что более полезно Данному организму Все Вот если с этой точки зрения Подходите Вы будете искать Полезное И разнообразное А если с точки зрения Зашуренности Вы будете говорить Что же мне нечего одеть теперь Что же мне теперь Нечего есть Что же мне теперь Некуда ходить Нечего читать Если так рассуждать То да Не надо читать книги Не выбирать лучшие А просто не читать книги Не надо слушать музыку Не выбирать лучшие А просто не слушать музыку Не смотреть фильмы, не выбирать лучшие фильмы, а не смотреть фильмы. И вообще не разговаривать с людьми. Не выбирать лучших собеседников, умных, разнообразных, знающих, ведающих, а просто не разговаривать с людьми. Можно вот из этой же серии вот так же двигаться. Друзья мои, давайте подведем итог следующему, что включайте здравомыслие. Включив здравомыслие, вы поможете сами себе разобраться с тем, что происходит. Ведь недостаточно плакать, что нас убивают. Недостаточно плакать, что нас кто-то обворовывает, нас кто-то травит, кто-то обманывает. Нужно еще понять, а почему они это делают? Как так получилось, что вы, будучи хозяевами на своей земле, позволили это сделать? Почему вы взяли эту иностранное слово-парадигму за основу своей жизни? Этот образ жизни вам был передан, и вы его дальше передаете. Вы не останавливаете процесс передачи глупости. Вы продолжаете его передавать. Почему вы защищаете самоубийство, но при этом выступаете против самоубийства? Почему вы защищаете самообман, но при этом выступаете против того, чтобы вас обманывали? Почему вы... и так далее. Вы защищаете ту парадигму, которую иностранцы в вас вложили, поэтому иностранное слово я сейчас вкладываю, но свой образ жизни вы не восстанавливаете, и при этом плачете, что нас уничтожают, обманывают, травят и так далее, что с нами не считаются. Да потому не считаются, что вы это все взяли на вооружение, свое родное отложили в сторону, все искусственное поддерживаете, защищаете это, разлагаетесь, уничтожаете, и свое разложение, и самоуничтожение передаете своим родичам вокруг, продолжаете эту цепочку передачи глупости, и потом вы плачете. Плачьте на здоровье, сколько хотите. Продолжайте передавать глупость. Давайте переводите глупость из одной в другую, она глупостью останется. Давайте бантик красненький, зелененький, синенький повяжем, она все равно глупостью останется. Давайте жить в этой парадигме саморазрушающей, Но при этом тогда не плачьте, что вас уничтожают и разрушают Тогда будьте теми, кого разрушают и ведут на убой Но если вы человек, если вы наследник велико-мудрых предков Тогда еще должен быть один показатель, усознанность, здравомыслие Начинайте изучать те процессы, которые происходят вокруг вас Начинайте изучать историю возникновения этих процессов Когда, кто, при каких обстоятельствах, для чего, под каким соусом сюда это засунул И тогда все будет на своих местах Не проходите мимо детей, чужих детей не бывает Общайтесь с детьми, даже с чужими Потому что, опять же, не бывает чужих детей Любой чужой, на первый взгляд, ребенок может стать вашим родственником в этом поколении Или его дети могут породниться с вашими детьми, с вашими внуками и так далее Не бывает чужих детей Как и не бывает чужого горя Не проходите Но больной никогда не может помочь выздороветь другому Потому что больной сам заражает других Сначала вы должны здоровым стать Сначала вы должны эту занозу, дряни из себя, глупости вырвать И перестать ее распространять И только после этого вы сможете стать настоящим человеком Когда же вы защищаете под любым способом саморазрушение Это говорит о том, что вы что-то еще в этом мире не понимаете А если вы не понимаете что-то в этом мире То в этом случае, что вы сможете передать этому миру В лице своих близких людей, своих друзей, родственников, детей Что? Только свою глупость Которая вас и их будет продолжать разрушать И вам останется только стенать, потому что вас уничтожают Потому что вас отнимают все Вот на этой радужной ноте я всего лишь на все хочу вам сказать Что сегодня у нас по одному из старинных календарей Еще пока несколько минут до того, как будет 9 сентября То есть пока еще 8 сентября По одному из современных календарей 2016 года четверг А по одному из старинных, 29-й день месяца завершения 7524-го лета Автор соведущий Юрий Лодин-Святорус Нам говорил о том, как возродить в женщине женственность Мы очень активно общались с нашими радиослушателями через чат Низкий поклон вам, друзья мои Не важно, что вы писали Какие-то мудрости Или просто первую мысль, которая вас посетила Немного посетила и ушла Вы очень сделали полезное дело Вы нам помогли раскрыть тему Вы очень полезное дело сделали для себя Дав возможность себе самому Послушать этот замечательнейший эфир Итак, Юр, благодарю тебя Жду в следующей передаче Тему, я думаю, мы назначим Через месячишко еще встретимся Друзья мои Если я был резок Не думайте, что я там возбудился И кого-то хотел оскорбить Нет, это всего лишь на все была игра Игра с моей стороны Для того, чтобы более акцентировать какие-то вещи Я думаю, вы это все прекрасно понимаете Вот такой эксперимент мы проводили Я думаю, он нам удался Юр, скажем до свидания людям Да, до свидания Всех благ и здравомыслия До новых встреч, друзья мои Услышимся Народная славянская радио Все нужно Все важно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова